Сегодня в лондонской подземке ровными рядами с эскалатором спускались люди в нижнем белье практически на всех станциях. Это ежегодная акция «День в метро без штанов». Зачем она проводится, не совсем понятно. Ясна лишь задача – держаться максимально естественно даже в полуобнаженном виде. Флэшмобу уже не первый год и Лондоном далеко не ограничивается. Как под копирку кадры из Берлина, Нью-Йорка и еще десятка городов выбивается только Россия. Вот чем закончилась акция в столичной подземке. Станция «Цветной бульвар». Я попрошу сейчас показать эту фотографию. Задержанный юноша – идеолог российской версии движения. Как видим, в штанах. Видимо, даже снять не успел. Полицейские сработали оперативно. И упрекнуть их в превышение полномочий язык не повернется. Статью нарушения общественного порядка никто не отменял. Даже в день международного флэшмоба. А возможно ли сделать исключение? Да и нужно ли? Выяснял Михаил Терентьев. Михаил, я вас приветствую. Приветствую. Можете мне ответить на вопрос, который покоя не дает? Зачем снимать штаны на людях? Участники флэшмоба говорят, что так они развлекают окружающих. Но многим от таких шуток не до смеха. Не до смеха оказалось. И нашим полицейским акцию прервали, что называется, на корню. А вот еще в прошлом году о таком и не знали. Поэтому участники все же смогли раздеться в подземки и проехать несколько станций. Сдержали молодых людей только на выходе, ведь для этого были все основания. Тотрудники полиции поступили абсолютно правильно, потому что действия, которые производили эти молодые люди, относятся к антиобщественным. Они нарушают общественный порядок и общепринятые нравственные в российском обществе. Спускаться в метро без штанов придумали жители Нью-Йорка. Впервые акция прошла в 2002-м, то есть всего спустя три месяца после событий 11 сентября. Как говорили создатели, таким образом они просто хотели отвлечь американцев от трагедии. Наша акция задумывалась как шутка. Главная цель всего этого действия – удивить и восхитить случайных прохожих, заставить их улыбнуться только и всего. И шалость, кажется, удалась. Спустя 15 лет в метро уже оголяются жители тысячи городов, и это более 20 стран. Но не всем понятен такой юмор. Экстравагантно раздетые люди, их не все воспринимают с улыбкой. Одно дело, когда в вагоне взрослые, но правильно объяснить ребенку, почему дядя снял штаны в метро, сможет далеко не каждый родитель. Находясь рядом с ребенком, я бы, конечно, попросила ребенка не смотреть на это шествие, на эту процессию. Обратилась бы к полицейскому, который находится в метро. Есть в каждом вагоне кнопка вызова полиции. Вызвала бы полицию и попросила бы сотрудников правоохранительных органов пресечь это мероприятие. Юристы убеждают, что акцию воспринимают уж слишком серьезно. Мол, внешний вид – дело каждого. Да и одежда некоторых бывает до того откровенной, что и от нижнего белья порой не отличишь. Правоохранители в первую очередь перестраховываются, как бы чего ни было. Лучше задержать и не пущать, нежели разрешить и потом получить от начальства. Как появиться без брюк, разумеется, может гражданин. На улице, в парке, на пляже, тем более, где угодно, ради бога. Можно ли за это что-то ему сделать формально? Нет, нельзя. Впрочем, правозащитники призывают помнить, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. И заставлять кого-то насильно или невольно смотреть на свое исподнее в большинстве случаев неэстетично. Если как отклонение от статистической нормы, то, безусловно, эти люди в меньшинстве. И противопоставляют своим поведением себя социуму. Это будет продолжаться до тех пор, пока общество не ответит на это каким-нибудь законопроектом. До крайних мер пока не дошло. Да и за поездку без штанов пока никого не осудили. Противники же акции призывают участников как минимум одуматься. Ведь в трусах, на морозе и заболеть можно. Михаил Терентьев о том, что красоту нижнего белья готовы оценить далеко не все. Информационный вечер на канале «Россия-24» продолжит мой коллега Максим Киселев и его программа «Вести в 23». Продолжение следует... Продолжение следует...